Ну что, расскажу я вам свой опыт попрошайничества, так это я назвала, на самом деле это было задание от Мамаситы Чукреевой по поводу освобождения от своих финансовых ограничений. В общем, я совершенно не ожидала такого задания, и когда услышала, что надо делать, я поняла, у меня столько поднялось возмущение, стыда, сопротивление, я поняла, что вот прям вот это мне и надо. Давай по порядку. Я Оля Багерл, и я делюсь своим личным опытом, который, как оказывается, очень ценен другим. Где я там праздник, поэтому подписывайся, слушай и коммуницируй со мной. Итак, задание было такое. Выйти на улицу и попросить денег. Вот сколько хочешь, сколько вообще ты сам готов. И, конечно же, первое, что я подумала, да ну нафиг, мне легче заработать. Мне легче заработать, чем попросить. И это было первое убеждение ограничивающее, которое я заметила у себя. Потом, когда она начала объяснять, что следует вообще смотреть, слушать, что тебе говорят на улице, да, что тебе говорит мир, потому что мир есть отражение нас. И я начала вспоминать, как я обычно реагирую на попрошаек, на тех, кто просит. У меня агрессия, у меня возмущение, что как-то, блин, я справляюсь в другой стране, как мигрант, с двумя детьми. А ты просишь, какого вообще хрена, особенно, когда это молодые парни. Да и мамам с детьми я тоже не даю. Максимум я даю пожилым женщинам или мужчинам, которые вот, ну, я вижу, что они нуждаются и мне куда идти. И то здесь в Испании поддерживают таких идей. Вот даже сейчас я говорю, я понимаю, что для меня должна быть причина. Когда я была в Эквадоре, несмотря на то, что Эквадор намного, намного страна беднее, чем Испания, там прожиточный уровень меньше, и люди, ну, в нищете иногда порой живут, там нет бомжей на улице, там нет столько попрошек, сколько есть здесь. И даже если люди просят, то они не просят просто так. Они заходят в автобус, включают, читают рэп и просят. Они дают там тебе конфетку и просят там 10 центов, 20 центов. То есть есть за что. И вот это вот вторая мысль у меня была. В смысле, за что мне дадут деньги просто так на улице? Как это? У меня даже просто язык не повернётся. Я думаю, так, надо пробовать. Ну, вообще, я такой человек, который должен попробовать. Я такой человек, который загорается из-за каких-то челленджей. И, в общем, я пошла на улицу. То есть то, что вы видели в Инстаграм, да, я, кстати, опубликовала сторис в Инстаграм. Привет, сегодня у меня просьба. Не спрашивай, почему. Просто я прошу тебя 2 евро. Переведи. И особенно мне важно это тех, кого я не знаю. То есть ни у друзей, ни у родителей, ни у каких-то знакомых. Люди, которые меня не знают. Как они будут на это реагировать? На сторис отреагировали позитивно. Люди хотели мне отправить деньги, даже те, с которыми я раньше не общалась. Новые подписчики, друзья. Кто-то даже знал такое задание. Но я пошла на улицу. Я таки вышла на улицу. Страшно было? Офигеть, как страшно. Из-за этого я улыбалась вот так. Я накрасилась, одела свое пальто в фуксию. Думаю, ну блин, хотя бы повеселюсь. И пошла. Первая женщина, которая у меня встретилась, она гуляла с двумя собаками. Я подошла к ней и сказала, у меня есть к вам просьба. Не могли бы вы мне дать 2 евро? И на что она сказала, это невозможно. Вот прям, это просто невозможно. Нет, это невозможно. И пошла. Я угоднула, сказала спасибо и думаю про себя. Так, ну значит, я реально, вот оно, отражение сразу. Я же считаю, что это невозможно. Вот мне показали, это невозможно. Окей, а что если я посчитаю, что, ну, а вдруг и да. Может и возможно. Я пошла дальше. А мне нужно было на почту. То есть я не пошла специально просить. Я думаю, буду делать свои по дороге дела. И вот кто встретится сегодня мне на пути с теми и попробую. И вышел мужчина из почты только, там, что-то копошился, что-то доставал. И я к нему подошла и говорю, у меня к вам есть просьба, могу ли я вас спросить. У вас есть 2 евро мне дать? И он так посмотрел на меня. Нет, евро. Я попросила евро. Думаю, ну ладно, снижу планку, попрошу евро. Посмотрим, что мне вселенная ответит. Он закопошился и говорит, ну, это странно, но вообще, да, почему бы и нет. У меня, а нет, 50, 50 центов. Я совсем не снизилась планку. И он такой говорит, достает 50 центов, он говорит, у меня больше нет никаких других денег. У меня 50 центов, и я могу тебе их дать, почему бы и нет. И он заулыбался. Я говорю, слушайте, классно. Это был просто эксперимент. А он мне отвечает, ну, видишь, как тебе везет. То есть я поняла, что мне везет в этом же эксперименте. Я и знала до этого, но теперь еще и с деньгами я пошла дальше. В общем, я просила, наверное, около 10 человек спросила. Ни одна девушка мне не дала. Дали два мужчины. Один дал 50 центов, и второй один евро. Причем он вообще вот просто смотрел на меня, не отрываясь, как закипнотизированный. А я в это время вот эту сториз опубликовала, мол, люди, 2 евро, можете и 5 мне перечислить. Я к нему так подхожу, все еще печатаю что-то в сториз, смотрю на него и говорю, у меня к вам просьба, дайте мне 1 евро. И дальше печатаю, то есть вообще без того, чтобы еще как-то там заслужить, да, заслужить. Он достает целую такую охапку, ну, груду монет. И там 1 евро, и остальные мелкие. Я беру этот евро, говорю, спасибо, до свидания. Он вот так же гипнотизирован, смотрит на меня дальше. В основном люди говорили, никто без агрессии, в общем, с агрессией никто со мной не разговаривал. Или как-то иди работай, там, никто мне такого не сказал, хотя я это ожидала. Потому что это всегда то, что я думаю, когда я вижу, попрошая, когда меня кто-то на улице просит. Опять же, особенно если молодые, здоровые руки, ноги есть, легче заработать. То есть вот это моя первая установка, ограничивающая. Как я поняла, вторая ограничивающая была то, что... Я забыла, я... Короче, перемотайте, послушайте. Еще знаете, почему я пошла, не побоялась? Потому что я вспомнила, она моя знакомая, она была в каком-то тоже таком лагере роста, да, развития личностного. Причем это было не онлайн, это было вживую. И там им давали разные задания, они отчитывались. И вот одно из заданий было побыть один день бомжом настоящим. И многие люди просто скосились. Их стыд не дал им побыть бомжом один день. Она натерлась, одела самое старье, что было в доме, натерлась селедкой, так, чтобы еще вонять. Надела капюшон на себя, так, чтобы не видно было лица. Она все-таки как-то не пошла, в общем, она денег просить, не пошла там петь по улицам, но продержалась. Она провела целый день в метро, туда-сюда ездила. Люди, конечно, шарахались. Кто-то, по-моему, даже денег ей предлагал. И я, когда слушала это, я думала, блин, не знаю, если бы я так смогла, но вообще интересно. И вот я побыла в роли того, кто просит денег. Оказывается, это несложно. И даже очень увлекательно, потому что ты подходишь, и ты не знаешь, человек тебе, как тебе отнесется, что он тебе скажет. И в этом есть какой-то азарт, игра, и вот именно так я к этому и отнеслась. В общем, я рекомендую вам попробовать, потому что этот опыт ни с чем не сравним. Деньги везде.